В приемной Всероссийской партии «Единая Россия» с 1 декабря стартует традиционная декада приема граждан. 1 декабря с 10 до 12 часов прием будет вести Кисляков Михаил Леонидович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 14 до 17 часов Ильин Виктор Николаевич, глава Заполярного района. С 17 до 18 часов Остапчук Валерий Евгеньевич, депутат Собрания депутатов НАО. 2 декабря прием граждан по социально значимым вопросам с 11 до 13 часов ведет Кордакова Наталья Александровна, председатель постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по экономической политике и бюджету. 3 декабря день приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения. С 14 до 17 часов ведет прием Галушина Римма Федоровна, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Чурсанов Александр Павлович, председатель постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. 6 декабря день приема граждан по вопросам ЖКХ, с 14 до 17 часов ведет прием Цузький Юрий Иванович, председатель Совета городского округа город Наринмар, и Дроздова Вера Авенировна, заместитель председателя Совета городского округа город Наринмар. 7 декабря день приема граждан по вопросам старшего поколения, с 10 до 12 часов ведет прием Егоров Иван Сергеевич, председатель Совета муниципального образования рабочий поселок Искатели. С 14 до 17 часов прием ведет Плесовских Олег Вячеславович, председатель постоянной комиссии по вопросам молодежной политики. 8 декабря день приемов граждан по вопросам дошкольного и школьного образования. С 10 до 12 часов ведет прием Гусев Денис Владимирович, сенатор Федерального собрания Российской Федерации. С 14 до 17 часов хозяинова Светлана Григорьевна, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете городского округа «Город Наринмар» и Яркина Ирина Алексеевна, депутат Совета городского округа «Город Наринмар». 9 декабря день приема граждан по юридическим вопросам. С 14 до 16 часов ведет прием Лутовинов Александр Ильич, председатель собрания депутатов НАО. 10 декабря день приема граждан по трудовым вопросам. С 14 до 17 часов ведет прием Арбузов Максим Николаевич, заместитель председателя собрания депутатов НАО. Кроме того, в приемной также проводится ежемесячный прием граждан. 1 декабря прием ведет Арбузов Максим Николаевич, заместитель председателя собрания депутатов НАО. 2 декабря прием ведет Крупа Владимир Васильевич, депутат Совета муниципального района «Заполярный район». 7 декабря прием ведет Плесовских Олег Вячеславович, депутат Совета городского округа «Город Наринмар». 8 декабря прием ведет Кордакова Наталья Александровна, депутат собрания депутатов НАО. 9 декабря прием ведет Ляпина Марина Сергеевна, депутат Совета муниципального района «Заполярный район». 14 декабря прием ведет Сузький Юрий Иванович, председатель Совета городского округа «Город Наринмар». 15 декабря ведет прием Лутовинов Александр Ильич, председатель собрания депутатов НАО. 16 декабря прием ведет Михеев Алексей Леонидович, депутат Совета муниципального района «Заполярный район». 21 декабря прием ведет хозяинова Светлана Григорьевна, депутат Совета городского округа «Город Наринмар». 22 декабря прием ведет Попов Андрей Анатольевич, депутат собрания депутатов НАО. 23 декабря прием ведет Дуркина Галина Александровна, депутат Совета муниципального района Заполярный район. 28 декабря прием ведет Кислякова Елена Сергеевна, депутат Совета городского округа город Наринмар. 29 декабря прием ведет Чурсанов Александр Павлович, депутат Собрания депутатов НАО. 30 декабря прием ведет Колыбин Владимир Александрович, депутат Совета городского округа город Наринмар. Приемы граждан проводятся по адресу. Улица Смедовича, дом 20А, кабинет 226. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok У других фермеров есть возможность получить финансовую помощь до 5 миллионов рублей на введение своего хозяйства. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа в очередной раз проведет конкурс грантов. Агростартап направлен в первую очередь на стимуляцию создания и развития фермерских хозяйств на территории Ненецкого округа. Средства можно будет потратить на приобретение животных, техники, земельных участков, сельскохозяйственного назначения, постройку складских помещений и фермы, подключение их к инженерным сетям, разработку проектной документации. Для участия в конкурсе фермеры должны соблюдать ряд условий, а именно наличие земельного участка, отсутствие задолженностей, также у предпринимателя должен быть стартовый капитал в размере 10% от запрашиваемой суммы. Более подробную информацию о конкурсе и консультацию можно получить по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах. Подать заявление на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов теперь можно через единый портал государственных услуг. Необходимо заполнить форму на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов, затем оплатить госпошлину со скидкой. Также в госуслугах в электронном виде можно сдать отчет о добытых охотничьих ресурсах после окончания охоты. Для оформления отчета необходимо с помощью той же формы интерактивного заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов после окончания охоты заполнить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа. Мероприятие по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный формат проводится в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Авиакомпания «Руслайн» возобновляет прямые рейсы из Наринмара в Екатеринбург. Вопрос введения дополнительных субсидируемых авиарейсов из столицы Ненецкого округа в столицу Урала власти региона отрабатывали с Федеральным агентством воздушного транспорта. На сайте перевозчика уже открыта продажа билетов на прямые полеты из Наринмара в Екатеринбург. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Время в пути составляет 2 часа 15 минут. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАО Павел Масюков. Стоимость перелета в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпаний составит 4 тысячи рублей без багажа и 5 тысяч рублей с багажом. Из Наринмара самолеты «Руслайна» будут вылетать в 9.05 с прибытием в Международный аэропорт Кольцово в 14.05 по местному времени. Из Екатеринбурга пассажиры смогут вылететь в 16.45 с прибытием в Наринмар в 17.00 по местному времени. «Руслайн» используют на линии самолеты-бомбардир СРГ-200, рассчитанные на 50 посадочных мест. Это позволяет авиаперевозчику сохранить рентабельность полетов при довольно высоких затратах на организацию маршрутов в Заполярье. При этом указанный тип самолетов сохраняет высокую скорость. Менее недели остается для своевременной оплаты налоговых уведомлений за 2020 год. Уплата налогов может производиться как самим налогоплательщикам, так и иным лицом. Есть несколько способов оплаты. Используя мобильное приложение «Налоги.РФ» с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» через портал госуслуги, а также в кассах почтовых отделений или местных администраций. В случае нарушения срока уплаты со следующего дня налоговая задолженность увеличивается ежедневно за счет начисления пений. Если гражданин до настоящего времени не получил из налогового органа уведомления и при этом не имеет льгот, освобождающих от оплаты налогов, он может обратиться по данному вопросу в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ на территории Ненецкого округа или направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис обратиться в ФНС России. Редактор субтитров А.Семкин